Я вам хочу рассказать про экстрасистолы при тревожном расстройстве Что-то такое, как они появляются и что с ними делать Экстрасистолы при тревожном расстройстве Это неправильная команда мозга нашему сердцу То есть идет неправильный импульс для работы сердечной мышцы И поэтому мы ощущаем такие вот симптомы Вот, например, у меня были, как будто сердце замирает и как бы обрывается Либо вот так-так-так-так быстренько постучало и потом нормально так-так-так дальше пошло работать Вот, эти экстрасистолы, когда моя знакомая была у врача У нее тоже было вот это тревожное расстройство У нас примерно в одно времени знакомая моей жены То так, чтобы вы понимали, если у вас там 5 тысяч этих экстрасистов Там 10 тысяч этих парных экстрасистов То у нее было 24 тысячи И она вообще рассказывала, что когда она ложилась спать У нее там вообще черти что творилось Оно там переворачивалось, крутилось это сердце Останавливалось, снова заводилось там Вот такая у нее вообще была симптоматика При ее 24 тысячах экстрасистов Я уже не проверял, сколько у меня было этих экстрасистов Ну, предполагаю, может быть там от 5 до 10 тысяч парных этих экстрасистов Вот Ну, а по ощущениям я уже вот перед этим вам рассказал, как это все ощущается Они проявляются как днем У меня проявлялись Это вот оно резко сердце так тыненько, будто оборвалось Ну, я на это как бы сначала, да, было страшно Но я потом понимал что-то такое И я учился вот, когда это происходило, на это не реагировать Но самое трудное как бы с ними работать Это вот перед сном, когда вы ложитесь спать Происходит такое, ну, в определенное время То есть, когда вы будете выходить вот с этого тревожного расстройства Постоянное вот это прислушивание к сердцу И когда я ложился либо на левую руку То получается вы ухом попадаете на свой пульс И ночью получается как бы в тишине Очень, очень хорошо все слышно И мозг сразу стягивает вот на прослушивание вот этой пульсации Как работает сердце Там, так, 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 так И потом оно резко как бы бах И вроде как бы обрывается И охватывает А, такая паника, страх Бах, а, что? Там остановилось сердце как будто Ой Потом оно снова Ну, там оно происходит Может даже доли секунды Может секунды вот Оно как бы раз И потом снова Так, так Точно так снова переворачиваешься на правую руку И ты снова попадаешь на свой пульс Ты снова ухом ложишься на свою руку И попадаешь на свой пульс И снова начинаешь прослушивать Так, 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 так И мозг все время вот контролирует эту пульсацию И ты не можешь никак от этого отвлечься Что начал делать я? Я начал ложиться на спину Ложился на спину Но дело в том Лежишь на спине И мозг начинает прослушивать Отслеживать вот эти Снова сердцебиения Это так, 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 так И бах Оно как бы Снова замерло И у тебя снова Ты пугаешься Я начал применять вот эту Дыхательную практику Дышать животом То есть я уже понимал Что это неправильный импульс Дает мозг на сердечную мышцу И вот такие моменты они происходят Но задача все равно Мозг по старой привычке пугается Это У вас сразу Он бах Сразу пугается Я ложился на спину И начал вот Начинал вот эту дыхательную практику Наблюдать за животом Как бы Надуваешь этот живот Медленно выдыхаешь Снова вдыхаешь Медленно выдыхаешь Он снова тебя стягивает На это наблюдение Ты его снова возвращаешь За наблюдением За животом И вот так ты с ним Как бы получаешься Вот в таком Борисся Вот в этой Такой Спортивном единоборстве Он тебя туда Ты его обратно Он тебя туда Ты его обратно Но когда ты вот Тренируешься 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 И оно лучше Лучше получается Увлечь его Именно Чтобы он Наблюдал Вот за животом И уже Когда вот Эта практика Она Хорошо получается У вас У меня то Оно в принципе Очень быстро получилось Потому что Я уже Перед этим Тренировал Свой мозг И у меня Довольно Неплохо получались Эти переключения Вот делать Вот И поэтому Я как бы Мне не составило Большого труда Чтобы вот Освоить Именно Ложать спать Когда он стягивает За наблюдением Вот этого Сердечного ритма Переключить его На свой живот Чтобы он Наблюдал Именно Как бы Сканировал Мое дыхание Наблюдал Как живот Надувается Сдувается И Заодно Что происходит При Вот этой Дыхательной Гимнастике У вас Получается Выравнивается Кислород И углекислый газ Ну В легких И соответственно Попадает в кровь И За счет Этого Происходит Понижается Тревожность Успокоение Приходит Вот И все И Потом я наблюдал Наблюдал Как бы Дышал 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 И потом Со своего метода Когда Вот это Метод Тренировался Со сном Когда я не мог заснуть Я переключался На картиночку Там Озеро Море Там И все И вот Таким методом Я уходил в сон Вот Вот Я рассказал Вам Про Экстрасистолию И Что Вот Я с ней Делал Чтобы мозг Не отслеживал Вот это Сердцебиение Наблюдение Вот И когда Происходят Вот эти Неправильные Импульсы И Экстрасистолия Она У вас Уйдет Когда Вы Приведете Своё Вот это Психическое Состояние То есть Перетренируете Мозг И Когда Вы придете К Относительно Спокойному Состоянию Чем Оно Спокойнее Будет Становиться Тем Меньше Экстрасистоли Становится Они Тоже Уменьшаются То есть Мозг Перетренировываешь И он Потом Дает Правильные Команды Хотя Я Читал Что Вот эти Экстрасистолия Там Иногда Возникает Даже Ну У Спокойных Людей Может На каком Там Стрессе Волнении Там И так Далее Поэтому В этой Экстрасистолии Если Она Психологического Плана В ней Ничего Опасного Для Жизни Нет Потому Что Насчет Ее Консультировались У Кардиологов И Получили Вот такой Ответ Когда Разобрали Что-то Происходит То Мы Поняли Нам Дали Объяснение Что Смертельной Опасности Вот Это Неправильная Команда Мозга Сердцу Она Не несет Вот Все Спасибо За внимание То Что Я Вам Сегодня Хотел Рассказать Про Экстрасистолы Потому Что Меня Попросили Там Писали Расскажите Вот Что Как Что За Экстрасистолия Вот Это И Что Там С ней Делать Все Спасибо До Свидания